здравствуйте дорогие друзья мы с вами уже довольно таки давно не снимали новые выпуски ножевой лаборатории и вот сегодня как раз можно сказать что начинаем новый сезон последнее время у нас другие тесты на канале превалируют но это вовсе не означало что мы не будем снимать вот эти вот убойные тесты самых разнообразных ножей кроме того здесь несмотря на то что то ну так скажем первый выпуск нового сезона ночью ножевой лаборатории я хотел бы отметить что у нас лежат еще некоторые в прошлых сезонах отснятые выпуске они конечно тоже будут постепенно выходить так что не волнуйтесь но тем не менее на 2024 год это первый тест который будет сниматься по полной программе и мы сегодня будем разговаривать вот о таком вот очень небольшом фолдере от китайской компании qsp knives который называется canary folder мы как-то показывали его так сказать базовую версию это такой не складной шейный по сути дела нож вот этого же производителя но вот китайская компания не так давно выпустила такую маленькую канарейку и сразу же посыпались обзор вопросы в комментариях ну когда там тесты когда биты ты будем колотить по этому ножу ну вот сейчас и начнем что здесь интересного с одной стороны это как бы такой очень симпатичный по-своему нож но он действительно очень небольшой на клинке тут sandvik 14 c28 n и замок здесь лайнер лог учитывая что я этот нож конкретно именно с этой стали очень сильно хочу потом пустить в переточку и посмотреть еще кое-что но а сегодня будет тест под нашей классической программе я оставляю за собой право тест прекратить потому что если я почувствую что лайнер лог прям откровенно выходит из строя то пусть будут небольшие баллы в этом общем тестировании но зато мы с вами его еще поточить попробуем потому что право слово с таким вот маленьким ножом далеко не все люди будут делать даже что-то отдаленно похоже на то что сегодня с ним буду делать я давайте начинать итак друзья у меня сегодня как прям все надо толстый край кармана джинсов так что тестировать нож будем что называется по полной программе плюс перчатки ну во первых давайте как клипса работает посмотрим обратите внимание что отгибать ее не приходится просто здесь есть такая маленькая хитрость для того чтобы плотно сидящую клипсу а тут именно такая легко надеть на такой толстый край кармана нужно нож изнутри к карману прижимать большим пальцем и тогда он вполне нормально сядет тут все работает но вот это вот конечно отверстия которые есть на рукояти они создают определенную проблему когда ты нож снимаешь то есть как бы нужна некоторая привычка неплохо работать но привычка нужно что касается открывания закрывания ну чё сказать лайнер лог вот китайской компании правой рукой вообще прекрасно но я в принципе имея некоторый навык работы с подобными звонками и левой понятное дело вполне неплохо справлюсь тут баллы самые высокие дальше рез на весу имитация такелажных работ шнур у меня сегодня толстый слушайте ну прям здорово ну не как возможно после моей переточки но это прям очень хорошо режет то есть прям нож ощущается очень острым вот в этой работе давайте картон ну да и здесь надо делать скидку конечно на то что здесь довольно небольшой клинок но работает это прям действительно здорово баллы самые высокие так теперь у нас рез на плоскости оп слушайте но тут тоже в общем режу что называется жмурюсь насколько это хорошо я думаю что по каким-то мелким продуктом нож себя будет чувствовать вот просто прям великолепно да но это прям действительно очень вкусный рез тут хочу отметить что у этого ножа при его небольших размерах довольно таки высокие спуски и вот это вот прям играет свою роль в работе ну и на самом деле вот как-то заточили они эту самую сталь в данном случае тасс эндик 14 и 28 н в общем прям вот здорово очень понравилось как работает дубовая палочка у меня в прошлом сезоне завершила свое существование поэтому ну давайте строгание будем пробовать сначала просто на более или менее высушенный сосне потом на сосне а потом и немножко кедр от кедра еще от старого остался кусочек полная сопоставимость пока еще обеспечивается но в принципе кедра у меня есть в некотором количестве немножко не так хранился но все-таки вы знаете я думаю что видно что вот в данном контексте это работает прям хорошо то есть причем хочу отметить что вот очень часто бывает проблема маленьких ножей это то что вот даже в таком мелком строгание несколько не хватает объема рукояти тут как-то видимо за счет ее формы но в общем здесь мне кажется что вполне комфортно все это работает давайте теперь такое сосенку ну слушайте да тут действительно пожаловаться кроме как на то что действительно ну просто маленький нож рукоять немного не хватает я не могу то есть такую древесину строгает прекрасно но вот давайте вот теперь самую жесть слушайте и гиги вот это прям сейчас вот это прям сейчас круто то и знаете очень многие ножи которые я даже сам руками точил но вот прямо так вот сделать не могут это слушать это прям очень хорошо вот именно для вот этой древесины очень жестко которую бы надо как-то расколоть но мы сейчас дальше в тесте сделаем я бы сказал что ну это прям очень здорово для заводской заточки такого вообще прям действительно прекрасное строгание просто ну учитывайте что понятное дело размер ножа небольшой но для своего размера очень здорово работает так ну давайте теперь с замком начнем как бы сейчас наверное понимание какое-то возникнет пять ударов у меня ну короче в минусе клипса на навершие вот здесь прилетает очень сильно в пальцы рукоять маленькая хватать приходится прям за все что есть поэтому прямо до ощущение такое прям не самое приятное для рук то есть если бы мне точно было известно что мне потребуется бить ножом во что нибудь я бы взял какой-то другой нож хватает ну просто нож с более крупной рукоятью ну и скорее всего и с более крупным клинком в плюсе он приходит туда куда бьешь в этом отношении проблем никаких нет и пока по крайней мере могу так осторожно сказать что при такой работе какого-то движения в замке лайнер лок я не ощущаю это в общем то ну так скажем положительный момент но это почти у всех ножей кусп и так такую работу они с этим замком делать позволяют нормально главное что очень по-разному бывает когда переходишь к какой-то работе гораздо более тяжелой так теперь у меня столкновение с металлическими сплавами сначала алюминий это вот мне со сталью сэндвик мне это действие обычно не нравится тут довольно часто бывают тонкие кромки стали в общем то такие вещи я так понимаю среди металлургов считается что делать позволяет но из-за этого могут возникать прям проблемы он прям каких-то серьезных проблем я в данном случае не вижу вижу следы алюминия вот в этом вот месте что такое подзамятая вот где под моим большим пальцем можно посмотреть покажу вот но в общем то ну вроде бы ничего серьезного давайте будем провод рубить тут у меня тоже с рубкой провода на самом деле как ни странно такая довольно частая тема люди которые постоянно нажим не пользуются эту работу делают бум так отрубил убрал давайте поглядим ух ты совершенно тут прям какой-то вот этим примерно местом я ударил под моим указательным пальцем вы прям посмотрите насколько тут мне кажется что какое-то заметное повреждение видно давайте я сейчас возьму небольшой лист бумаги за кадром и мы с вами попробуем посмотреть в плане ощущений не цепляется ли уже так вот ну скажем так с точки зрения вот этих тестов можно сказать что ничего смертельного не произошло потому что как видите нож прекрасно все это дело отрезает по крайней мере по бумаге но какое-то вот именно чувство видимых ощущений так видимых повреждений на клинке у меня есть но так как наши опыты заточку уже показывают что такое вполне возможно то есть можно сказать что нож остается в некой рабочей остроте но все-таки какие-то вот мелкие такие штуки от подобной работы все-таки будут так как мы с вами тестируем сегодня весьма небольшого размера ножек я себе позволю так формально подойти к раскалывание у меня откровенно говоря просто нет подходящего размера деревяшки для того чтобы это раскалывание сегодня сделать такую так называемую щепу да вот но зато есть потребность расколоть вот эту вот кедровую штучку чтобы нам еще в каких-то тестах все-таки именно вот этот вот кедр прямо поиспользовать так ну по крайней мере как бы раскалывается прямо на ура с нескольких ударов никакого люфта в замке в данном случае не появилось ощущение у меня тоже не было что что-то не так позволю себе формально подойти потому что понятное дело что к такому небольшому ножу очень трудно предъявлять какие-то суровые требования слушайте но посмотрите все-таки вот на кромку я прям сейчас удивляюсь потому что глядите тут прям все в каких-то таких мелких повреждениях на самом деле прям очень быстро это проявляется но сейчас мы начнем древесину колотушку выбирать у меня такое впечатление что очень надо будет очень тщательно контролировать кромку а не замок потому что но эти замины судя по всему пойдут практически сразу но посмотрим ну давайте тоже что-то вот такое относительно небольшое сегодня возьмем знаете ощущение вообще конечно рабочие прям очень неплохое несмотря на небольшой размер ножа но если сопоставимое дерево то вот почему бы и нет весьма неплохо отрабатывает я бы так сказал давайте на клинок посмотрим что у нас тут с вами знаете я бы сказал что каких-то дополнительных ощущений здесь в общем-то не появилась я себе позволю дальше этот момент не педалировать потому что видно что пружина замка она в общем-то сдвинулась с места люфт не появился нож мы с вами не потеряли но будем считать что он тот тест прошел ну я бы какой-то такой учитывая что просто это не самый подходящий для такой работы нож я тест продолжать не буду ну и какой-нибудь потом возможно минус в баллах в таблице поставлю но в принципе понятно что вот видите его перещелкиваешь просто не хотелось бы как бы очень хардкорно тестировать этот нож тут важно другое я сейчас после этого момента опять хочу бумагу попробовать в данном случае потому что ну вот совершенно ведь режет режет вот несмотря даже на какие-то видимые повреждения на режущей кромки в общем не знаю пока как это оценивать важно что в тесте получается так ну что друзья давайте мой знаменитый гость сейчас мы я думаю всю кромку молниеносно убьем ну лезет он туда ощущается прям очень легко даже давить особенно не надо прям чувствуется как нож впивается в эту мягкую сталь на гвозде да общем в этом плане все он действительно нормально отрабатывает нож уже совсем тупой вот посмотрите как это на кромке сейчас выглядит то есть на самом деле на вид знаете вот прямо сейчас интересно действительно давайте опять возьмем бумагу раз уж у нас сегодня первый тест сезоне и такой интересный момент но вот но сейчас совсем тупой должен быть вот прям совсем ну вот видите да то есть в бумагу он больше вообще не залезает то есть он настолько вот затупился в данном случае то есть поэтому понятно что предыдущие повреждения кромки все-таки критичными не невозможно было признать ну давайте ударить теперь попробуем но здесь никаких сюрпризов кромка естественно помялась она здесь очень тонкая вот так вот это дело выглядит но учитывая что у нас с вами нож пойдет в переточку я потом покажу в каком-нибудь следующем ролике как все это дело можно бы и поправить в данном случае но так скажу что конечно вот с эндвиками которые так скажем хорошо заточены и здорово работают в режущей работе клинки всегда вот в моем опыте по крайней мере что-то подобное происходит с кромкой не знаю честно говоря почему эта сталь считается какой-то такой невероятно пластичный ну может быть ее из-за этого как бы и точат на уровне микроскопии так достаточно тоненько но факт то что результаты практически всегда вот такие но друзья конечно все вот это не дает нам право не сделать наш любимый тест самый зрелищный который так любят наши зрители давайте уже попробуем я думаю что мой опыт говорит о том что ножи куспи от вот этого дела даже их лайнер-локи не разваливаются но все-таки я не буду тут особенно вот смотрите сейчас мы нож забили он действительно я уже некоторые так сказать мне постоянно пишут там в комментариях что вы отбьете в мягкую часть пня это обман ребят вот я пень при необходимости могу поднять то есть здесь идея такая что это имитация некой работы создание ручки к им этом для приподнятия чего-нибудь деревянного такого я это сделать могу так что тут вполне достаточно да я здесь загонять нож по самые шпеньки не буду но тем не менее сделал то что сделал вот что хотел вам показать вот на данный момент я только микро щелчок могу почувствовать причем явного движения лайнер-лока вот здесь вот в этом месте по самой пружины замка я его даже в данном случае не вижу то есть в принципе можно сказать да я его не нагрузил при в предыдущем тесте по максимуму там при выбирании древесины колотушка но в общем-то здесь очевидно что замок работает вполне нормально и вот тут тоже у меня нет задачи колотиться всей дури я здесь только просто аккуратно выбиваю нож понятное дело что я здесь сознательно так как этот нож будет в еще одном тесте я сознательно его постарался не так экстремально тестировать но надеюсь что все понимают что какие-то баллы я за это ножу скину конечно вот но с другой стороны можно сказать что по крайней мере если вы думаете о том как этим инструментом работает то замок здесь будет уже вполне надежно но вот мы с тестирования закончили давайте наверное будем к выводам переходить не могу не признаться сегодня в том что каждый раз когда я сталкиваюсь с ножами с клинком из того или иного сэндвика я все время при ударе по гвоздю ожидаю того эффекта который был на этом ноже и всегда при этом вспоминая то что первый раз я вот это дело увидел на ноже керша блёр с этой же самой сталью то есть вот честно говоря припомнить клинки из сэндвика где бы чего-нибудь подобного при столкновении со сталью не случилось бы я лично не могу хотя мне при этом намекают что если говорить про ножи которые ну скажем так более-менее универсальные приспособлены для рубящей работы то вполне возможно что именно клинки из стали сэндвик 14 и 28 н надо переточить каким-нибудь особым образом на более или менее тупой угол и вот там все это будет прекрасно работать понятное дело что с завода здесь заточено ну скажем так каким-то таким способом чтобы нож был максимально режущий я думаю что в начале теста в это дело видели но это и логично для такого вот действительно совсем небольшого ножа напомню что он прям ну натурально маленький это небольшой ножек и поэтому я думаю что понятно что результаты экстремального теста тут не самые какие-то высочайшие но с другой стороны можно сказать что по нашей стандартной программе но что в общем-то ничем особенно и не подвел ну кроме вот такого вот нюанса с клинком в общем теперь тем кто больше любит тесты с переточкой ножей там я рекомендую дожидаться если есть какие-то идеи как переточить этот нож чтобы вы хотели увидеть по в плане переточки то обязательно напишите в комментариях под этим роликом ну а так по поводу теста я скажу что вы видели все сами как обычные поэтому наверное здесь мои какие-то дополнительные рассуждения будут просто лишними с вами на канале сети ножевых магазинов мессер мессер был заливаха надеюсь вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока